Производственные мощности «Царь мяса» позволяет выпускать более 500 тонн колбасных изделий, около 100 тонн полуфабрикатов и мясных консервов в месяц. Предприятие оснащено высокотехнологичной линией по убою свиней, цехом по европейской разделке и переработке мяса, а также современными холодильными емкостями. Ассортимент мясных вкусностей насчитывает более 400 видов колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Все это многообразие продукции – дело рук и современного оборудования, а производственные цеха полностью соответствуют мировым стандартам и всего коллектива профессиональных работников. У нас на производстве предоставлены все условия для труда. Выделена комната отдыха у нас, в цехе у нас новое оборудование, столовая у нас бесплатная, выделяются по ширине к праздникам, награждают людей, отмечают рабочих за хороший труд. Раньше мы работали больше на привозном сырье, так как у нас сейчас свои свинокомплексы. Первый был построен в 2007 году, второй – 2012. Мы полностью перешли на сырье нашего комбината. Содержание скота в цехах полностью соответствует всем мировым требованиям. Главное правило здесь – соблюдение стерильности и никаких исключений. Чистота – залог здоровья животных, а вот правильное их питание – залог высокой производительности комплекса. Сданы в эксплуатацию две площадки, два свиноводческих комплекса в Выгоническом районе. Эти свиноводческие комплексы мощностью по 2530 продуктивных свиноматок, то есть 66 тысяч голов в год. На одну из площадок завезен племенной скот, на другую площадку планируется завоз в конце октября-ноябре. В принципе, в январе месяце уже пойдет товарная свинина. Уже пять лет успешно реализуются инвестиционные проекты строительства свиноводческого комплекса в акционерных обществах «Мясная корпорация» и «Дружба» в Жирятинском районе. В этом году принято решение о строительстве здесь еще одного второго свинокомплекса на 350 тысяч голов в год как минимум. Для таких объемов напрашивается собственный комбикормовый завод. На территории предприятия в Жирятинском районе как раз и близится к завершению его строительства с мощностью 20 тонн в час. По прогнозам учредителя агрохолдинга Владимира Жутенкова, строящийся новый второй комбикормовый завод способен будет прокормить и вырастить до 400 тысяч голов свиней в год. Нельзя не отметить и мясоперерабатывающую отрасль агрохолдинга. Сегодня мы производим такое количество животных, которое у себя уже переработать не может. Мы перерабатываем у себя около 30-35%. Поэтому в наших планах сейчас рассматривается вопрос со Сбербанком о следующем проекте. Это строительство мяса в ладобойне. Это будет забой в одну смену 1600 голов животных. Это 120-140 тонн по среде. Ежедневно будет выпускаться 100 тонн готового продукта в виде охлажденного мяса. Велика и социальная направленность предприятия. Заботятся здесь о комфортном проживании своих сотрудников. Мне приятно работать здесь, потому что перспективы хорошие, директора хорошие. Устраивает меня все. Заработная плата хорошая. Жилье получил по программе. У меня трое детей. Начальство выступает мне на всей дороге. На достигнутых результатах в агропромышленном холдинге останавливаться не намерены. В прошлом году стартовал новый проект по строительству свиноводческих комплексов и комбикромового завода и в Выгоническом районе области. В проекте применены самые передовые технологии, которые включают в себя высокоэффективную систему охлаждения производственных корпусов, а репродуктор доращивания и откорм вообще расположились на одной площадке. Данный проект невозможно реализовать без поддержки региональной власти. Поэтому в дальнейшем активном участии губернатора Николая Васильевича Денина предполагается дальнейшее расширение производства. Всего в Выгоническом районе запланировано строительство пяти свинокомплексов, в том числе пленфермы на 1800 голов и также комбикормовый завод. Колбасы, сардельки, мясные деликатесы, полуфабрикаты, охлажденное свежайшее мясо. Брянские мясоперерабатывающие комбинаты выпускают самые разные виды мясной продукции. Логотип «Царьмяса» можно легко найти на прилавках любых продовольственных магазинов и супермаркетов города и области. Ассортимент у нас обновляется ежедневно, продукция свежая, доставляется до покупателя. Каждое утро, в 8 утра уже у покупателей есть возможность купить свежую продукцию. Развитие таких проектов всячески поддерживается региональной властью. Инвесторы получают льготы по уплате налогов, необходимые гарантии для получения кредитных ресурсов и административную помощь. В перспективе развития дойти до мощности 360 тысяч голов в Выгонежском районе. Это 5 площадок. Таких же типовых соответственно. Естественно, наша дальнейшая перспектива развития – это такие же 4 площадки по 2530 свиноматок в Калужской области, Хвостовический район, и 5 площадок в Нижнем Новгороде со своим комбикормовым заводом. И строительство комбикормового завода мощностью 30 тонн в час в Выгонежском районе. Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События Брянск, Выгонежский и Жирятинские районы.